Прошлый день. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Желаем принести покаяние, получить благословение Божие и утешение на дни своей жизни. В храме Божий это все для верующих христианина, потому что жизнь каждого из нас проходит от начала до конца и связана с храмом, с Богом. Человек рождается, его приносят для крещения, церковления, таинств помазания, когда исполняется ему семь лет, его приводят в храм опять для того, чтобы принять первую исповедь, причастить его от тела и крови Христовой. Когда человек живет, он нуждается в помощи, здесь совершается и таинство брака для молодоженов, здесь совершается молитва о живых и мертвых, о вождях и воинах, жить своя на поле положивших, о плавающих, путешествующих, о близких, родных. В храме Божий приходят люди в скорбях и испытаниях для того, чтобы получить утешение, от раду, для того, чтобы утешить летущие души свою здесь, на земле. И в храме Божьем совершается общественная молитва, когда мы все собираемся вместе для того, чтобы совершить молитву или об бездолжии, или об окончании войны, о междуусобницах, когда постигают скорби, болезни, пожары, другие моменты, которые связаны с жизнью человека. А в самой главной храме присутствует и Господь, источник нашей жизни, источник света, благоденствия каждого человека. Он сам любовь, и эта любовь передается через молитву в наши сердца. Всех вас всем замечательным, днем света. Желаю вам здравия, спасения, помощи Божьей, милости Божьей, чтобы вы всегда помнили, что у вас есть дома свои, о которых забудете. Это общий ваш дом, дом молитвы, дом Божий, куда приходите все вы. И здесь должна быть любовь, милость, сострадание, милосердие, доброта каждого из вас. И пусть эта любовь укриляет ваши сердца, делает их источником постоянной радости. Пусть эта любовь побуждает любить друг друга, любить Бога, любить молитву. И всегда участвует в литургической жизни нашей святой церкви. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь и благословение, покров Божьей Матери. Пусть всегда осеняет вас, ваши близкие, родных, ваши семьи, ваших рук, ваших детей. Пусть будущее этого села будет находиться всегда под покровом Божьей Матери и молитвами святителя Василия Великого, архиепископа Кисарий Кападокисия, который составил Божественную литургию. Его литургия совершается в одни святаго Великого поста. И он является великим святителем Вселенской Церкви. Хотел бы сегодня вручить грамоту память основания этого храма, титуру этого храма Андрея Ивановича. Грамота Данакара Андрею Ивановичу в день закладки храма в честь святителя Василия Великого, архиепископа Кисарий Кападокисия, села Долиновка Арцисского благочения. Благословение за усердные труды во славу Святой Православной Церкви. Божьей милостью смиренный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви, почетный гражданин города Одессы и Одесской области. 2018 года, месяц ноября, 10-й день в городе Одесса. Спасибо, что вы взяли на себя этот крест и принесете построить этот храм, который будет радостью для жителей этого села. И Господь будет близок к вам, преклонить своей милости. Мы верим, что этот храм быстро построится, небольшой, и он будет утешение для всех, кто будет приходить сюда. Чаще мы приходим в скорбях, прежде в радости, а за все надо благодарить Бога за каждый прошлый день, за каждую минуту, за каждое мгновение, потому что все мы получаем от Бога. И радости, и скорби посылаются для того, чтобы исправить нашу жизнь, чтобы мы покарились, чтобы мы воссоздали, что без Бога человек не может жить. И пусть Господь пребывает с вами, а вы старайтесь пребывать сюда с ним. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Здорово. Спасибо.